Мы еще раз встречаемся с Николаем Николаевичем Мишустином, руководителем рабочей группы Мосгордумы по защите семьи и детей от ювенальных технологий. Почему человек часто не может понять угрозы ювенальных технологий? Потому что они говорят на таком языке, который вроде бы воспринимается как нечто такое постороннее, что-то такое где-то даже забавное, но во всяком случае несерьезное. Они-то действуют серьезно, но сам метод воздействия таков, что человек, с основами нашими, я имею в виду, менталитета, не воспринимает это как непосредственную угрозу почему-то. Почему-то они находят какие-то... Что-то такое придумали. Это ерунда какая-то. Я еще раз выразуюсь. То, что у нас по-русски называлось матом, теперь это называется защита детей от сексуальных злоупотреблений. Вся эта интимная сфера, табуированная, закрытая для детей, будет вводиться в школы во все образовательные процессы. То есть фактически это идет дичайшая лукавая подмена, но я вам расскажу, как это работает. Каждой конвенции, конвенции по правам ребенка, значит, к этой конвенции, к факультативному протоколу, будут, скажем так, издаются раз в несколько лет методические рекомендации, которые по самому тексту гораздо больше и шире. Приезжают еврокомиссары, всевозможные уполномоченные, и они как раз расшифровывают эти понятия, придают этим лукавым формулировкам, иногда даже смешным, конкретное, чисто антитрадиционное, традиционное содержание. Четко следят за их исполнением в национальном законодательстве. Проводят закрытые форумы, семинары, куда не допускаются родительские активисты. Приглашают туда педагогов, учителей, и раскрывают для них суть вот этих вот рекомендаций о том, как это надо исполнять. И получается так, что иногда даже мягкие формулировки, приносимые к нам Запада, в их раскрытии они приобретают такой зловещий смысл. Хотя бы те же самые люди, которые приезжают их до нас раскрывать, доносить, они являются носителями той, скажем так, иногда даже нетрадиционной идеологии. То есть вот как это. Вроде бы она резиновая, но под нее загоняется такой смысл. И вот то, что мы видим, сейчас этот разгул вот был ювенальных технологий, а наша рабочая группа была создана после того, как обращалось несколько матерей, одиночек. Они ушли на работу, приходят, а ребенка нет. Ребенок один дома, делают уроки, вот нарушены его права, все, ребенка изъяли. И в некоторых регионах по пять детей стали изымать, целые ювенальные рейды осуществлять. То есть настолько это все уже разгулялось именно под контролем и надзором западных этих вот комиссаров в исполнении норм международных конвенций. Вот насколько это серьезно, я понял, когда по интернету посмотрел, допустим, задал поиск, вот просто интересно, поиск, значит, антиювенальное кликушество для интересов посмотрел. И нашел действительно там сначала какие-то очень такие вроде бы разумные, как говорят, ну что вот кликушество и там, то все. Посмотрел, почитал один такой пост, да, посмотрел еще, еще, и вдруг начал находить в разных постах повторения буквально, так сказать, вот таких очень отточенных хитрых фраз. То есть, грубо говоря, значит, соответственно, люди, ну, так же работают, как вот, так сказать, по заказу, за деньги. Пишут посты, так сказать, переписывая некую инструкцию. То есть, эта технология идет противодействие уже антиювенальной, то есть, антиювенальной и антиантиювенальной. То есть, прямо по принципу, так сказать, идеологических войн с заряженными, так сказать, только с одной стороны люди, как бы, общественники, да, получается, а здесь, так сказать, против них работает машина очень с большими тылами, да, с бэкграундом таким, нехилым. Вот в консультанте Плюкс можно найти статью об адвокации, где прямо прописано для ювенальных органов стратегии подавления родительской общественности через умолчание, через лишение слова. Там, наверное, около 30 вариантов, как заблокировать любой вопрос и не дать возможности ему прорасти. Но самое, я вам скажу, подтверждение ваших слов, вот эту вот книжечку раздавали в Воронеже, в детских садах, в школах. Вы знаете, я не могу о мерзости, которые тут внутри, вообще, так сказать, даже смотреть ужасно, женщины вообще не могут держать. Ее раздавали на остановках, в детских садах, в школах. И родительские активисты начали судиться с этими ювенальными сотрудниками, то есть они установили, кто это раздавал. и пришли на суд юристы. И там выяснилась интересная картина. Только на защиту этих ювенальных сотрудников, внедряющих этих технологий, в России Евросоюз выделяет свыше 400 тысяч евро на судебную и юридическую защиту. Вы представьте, сколько денег они тратят на их продвижение. Понимаете, вот тогда это вскрылось. И то, что недавно наш президент сказал о том, какие колоссальные средства идут через некоммерческие организации, неправительственные, международные, они являются косвенным подтверждением того, какие колоссальные ресурсы идут на деморализацию, на разложение нашего народа, чтобы устранить его конкуренты с геополитической ареной. И то, как они сейчас нацелились на уничтожение семьи под благими предлогами защиты детства. Это война настоящая объемлена. это фактически, я ее называю, это гендерная война, когда по гендерно-стратовым признакам, скажем так, наделение отдельной правосубъектностью детей, женщин, всевозможных и иншин. Они ищут точки разлома, и они нашли вот здесь, куда в Клинк, так сказать, Вот вы знаете, здесь они пока еще не нашли. Они, этот краеугольный камень развития, расширения общества, пытаются разрушить, этот, как я говорю, монолит семьи. Ну, вот пытаются уже второе десятилетие, но я надеюсь, что общественное, по крайней мере, я обращаюсь ко всем людям, имеющим про семейное происхождение, что семья это малая родина, это малое отечество. И защищая свою семью, выполняя свой долг, мы сможем защитить... Родину, в том числе. Да, мы сможем защитить, защитить не только семью, но и возродить наше отечество. И если вы придете в школах, увидите такие анкеты, значит, инструкции, забирайте их. Если вы увидите такие вот ящики Павлика Морозова для сбора доносов, обращайтесь к руководству, снимайте их. Если вы увидите вот такую газету «Родительский дом», которая бесплатно раздается в детских садах, школах, поликлиниках, где идет фактически пропаганда нетрадиционной сексуальной ориентации Элтона, Джона и Дэвида Фернша, и, скажем так, дети могут прочитать о том, как эти нетрадиционные семьи воспитывают деток. Если вы увидите вот эти инструкции, забирайте их пачками из рук ваших детей. Если вы извините, увидите вот такую в некоторых школах и детских поликлиниках, как правильно, с 9 лет начали у некоторых детей на севере Москвы, согласно этой инструкции, скажем так, требовать этих анализов, срывайте. Если вам встретится вот такая книжка, где каждая героиня, где героиня на каждой второй странице курит, третий, четвертый пьет, на всех остальных совокупляется и мечтает об этом отцом, забирайте, несмотря на библиотеку, несмотря на то, что это рекомендовано Министерством образования для изучения на уроках литературах, скажем так, с 5 класса, если вот такие гадости где-то в аптеках, вы увидите, которые в доступах ваших детей, я думаю, что если вы примете меры, скажем так, вы закроете, если вам будут предлагать вот эти пачки согласия на субъекты на сбор персональных данных подопечного, где очень много информации, включая ваши послужения, если вас будут заставлять вот такой паспорт семьи, нуждающей в господдержке оформить, где полный контроль за семьей, или вот этот социальный паспорт семьи, или анкета для родителей, или если вы увидите в школах вот такие программы, знаете, тебе выбирать, когда наркотики преподносятся как альтернатива выбора, а детям массово раздаются вот такие ручки, на которых написано зависимость, выбирать жизнь, это хорошо, или еще дальше там. Вроде бы ничего плохого. Относись безразлично, ничего, против наркотиков вроде как. Ничего, это фактически, я говорю, здесь, скажем так, тебе выбирать зависимость, да, нет. Абсолютное зло преподносятся как альтернативный выбор. Вот наша рабочая группа все эти вещи в Москве смогла приостановить. Я надеюсь, что и в своих регионах вы, если с этим столкнетесь, останавливайте, сопротивляйтесь, потому что... Надо противостоять. Николай Николаевич, а вот такой вопрос, скажите, вот в философских утопиях, начиная с государства Платона и солнечного города Компанеллы, и дальше, соответственно, коммунистического манифеста Маркса Энгельса, почему-то всегда вот как бы всем строителям так называемого «светлого будущего», «светлое» в кавычках беру, мешала семья, которую, так сказать, и там, и там, и там, предполагалось разрушить, традиционная семья. Почему так семья-то мешает? Объясняю, что для мировой революции нужна охапка хворост. И вот те погромы, которые вы видели во Франции, молодчики творили, это все были дети от 12 до 14 лет. То мародерство, которое вы видели в Англии, это все те же самые дети. И в Австралии, кстати, подобные были. И в Австралии, потому что, да, вот ювенальные технологии предусматривают абсолютную безответственность детей за любые преступления, в том числе и сексуальные. То есть этим людям, которые это организуют, нужен хворост для раздутия правовой революции. Да. И как раз вот, скажем так, если вы возьмете революцию, средний возраст большевика был 17 лет. Да-да. Понимаете? Что люди, еще не впитавшие в себя в традиции, но отвязаны от раздерживающих факторов от традиции, от семьи, и не уважающих своих отцов, они становятся марионетками в руках разрушителей. И более того, вот здесь же в это вот, из-за американского посольства, здесь право, написаны такие слова, что национал-консерваторы руководствуются глубоко утопичной в текущих обстоятельствах идеи, что права ребенка могут быть исключительно, обеспечены исключительно семьей. Понимаете? То есть, они уже семью называют утопией. Они сами антиутописты. Да, и несмотря на то, что не выродилось человечество за несколько тысяч лет, и что семья является старейшим общественным институтом, они пытаются любой ценой ее разрушить, потому что не разрушив и не разорвав эти цементирующие скрепы, а вот у нас сейчас беда-то в чем? Вот в идеологизированном государстве, которым является наша Россия, когда идеология запрещена, общественная палата проводила опрос, и оказалось, что за последние 10 лет семья стала идеологией. Рост семейных ценностей с 8 до 80 процентов. Это является очень сильным консолидирующим и мобилизирующим фактором. И Россия желает укрепляться. И если не выбить этот фактор, то невозможно развалить страну на куски. Николай Николаевич, а что самое жесткое в этой конвенции? Мы перечислили кусочками. Понятно, что все ее охватить в эфире нельзя. Думаю, что можно прочесть, если люди разберутся. А что как специалист вы выясняете вы являете самое опасное в ней из того, что записано? Прописано уже сейчас. Это уже говорил о том, что это сексуальное образование, раскрытие табуированных тем. Второй момент это создание абсолютно неподконтрольных национальной власти, параллельных, конфиденциальных и неприкосновенных ювенальных органов, которые будут обладать в том числе статья 30 использовать скрытые оперативно-следственные методы. То есть втихое возникновение фактически новой параллельной квази-власти. И государство, разделившееся само в себе, не устоит. И, наверное, самое ужасное, что несмотря на все вот эти вот моменты, которые тут прописаны по защите детей от сексуального эксплуатации, это все этой конвенции, абсолютно легализуется и разрешается по желанию детей с любого возраста между собой. И если родители запретят детям сожительствовать, то за этот запрет детей могут забрать. Детей забрать? Да. То есть при всей этой пафосности тут предусматривается абсолютная возможность всевозможного растения детей по их желанию. Это прямо Орвелл, да? Мир, это война, свобода есть рабство, как у него формулировки Орвела были. Ну, вполне возможно. Поэтому фактически и когда эту конвенцию ратифицировали, она была принята с оговорками. вот самое интересное, что все эти действительно антипедофильские статьи все были из этой конвенции изъяты. То есть и как показывает сейчас практика в Москве использование детей в постельных сценах на некоторых в некоторых театрах оно абсолютно может быть перенесено во все школы в качестве ролевых игр и использование скажем так это на примере кукол или совершеннолетних скажем так ну артисточек загримированных под ребенком это все вполне будет допускаться и не подразумеваться никакой ответственности. Подождите, ну как совместить? У нас же идут параллельные законы принимаются вот известные нашумевшие в Питере потом по всему то есть противодействия вот пропаганде там нетрадиционных ну в общем гомосексуализма да среди несовершеннолетних то что вот и по стране пошла волна принятия подобных законов то есть как одно против педофилов какие-то законы насколько я знаю принимаются то есть что получается одни законы противоречат другому другим что ли вот мы принимаем эти соглашения а внутри принимаем другие законы как мы эти-то будем гармонизировать одно с другим то не очень понятно вы знаете если мы успеем национальным законодательством закрыть вот эти вот проблемы связанные с растлением наших детей то эти нормы этих конвенций могут не заработать то есть мы можем есть возможность перекрыть как бы национальным законодательством успеть перекрыть да есть есть возможность успеть перекрыть скажем так принятие других законов в соответствии с этой конвенцией а как же приоритет международного законодательства который на записан в конституции а знаете тут здесь в этих конвенциях есть такой интересный пункт о том что ранее принятые законопроекты связанные с какими-то традиционными укладами они не подлежат изменению а то есть есть все да но наверное мы уже не успели писать на самом-то деле что теперь ссылаясь на эти европейские конвенции просто эти законопроекты не позволят принять не допустят принять потому что регулярно выезжают в совет европы парламентарии там установлены квоты сейчас установлены квоты на то чтобы не менее 30 процентов в составе делегации были женщины следующий этап чтобы не менее 30 процентов в составе делегации были всевозможные секс-меньшинства извращенцы то есть постепенно что случилось в Европе к этому привязываются и Россия и эти конвенции являются на самом деле этими удавками на шеи нашей страны получается на законодательном уровне мы этот ну не искать битву этот бой отдельный мы сейчас проиграли на законодательном уровне и остается только сейчас так сказать сопротивление уже подзаконодательное скажем так родительское нет сейчас когда в соответствии с этой конвенцией будут приниматься новые законы просто родительское сообщество должно восставать и сопротивляться во всех субъектах проводить круглые столы и мероприятия и знать что это каркас это программа которая в покое нашей семьи и наших детей уже не оставит и все зависит только от нас если мы будем сопротивляться мы сможем это внедрение приостановить если ну чем наша рабочая группа и занимается уже который год по крайней мере приостановили 10 законопроектов ювенальных которые пытались принять в Госдуме этот этот приняли в отличие от них что этот же в отличие от них приняли но вы знаете там был кворум на грани фола 237 депутатов все проголосовало но здесь другой вопрос понимаете возникает что нужно к сожалению люди не голосуют иногда по вопросам совести и вот здесь когда будут новые выборы вы должны уже знать кто идет в депутаты либо этот человек который будет защищать ваши интересы которого вы знаете который действительно устоялся в своих взглядах и ценностях либо это будет какой-то варяг которого вам назначат и который рассказывая вам одну в избирательных участках на самом деле в государственной думе не глядя будет принимать другое поэтому как написано в писании один разрушай другой создавай кто возможен более токма труд еще по делам их узнаете да поэтому вот наверное это час истины пришел и нам нужно понять что если в одно время Россию некоторые пропили то если мы сейчас проспим то винить за это наверное будет некого позвольте последний вопрос я знаю что у вас у самого пятеро детей вот скажите во первых как бы сказать как вы их воспитываете да чем вы их как вы их наказываете как вы их наоборот поощряете и от чего вы их уберегаете как вам это удается вот так если коротко вы знаете вот с первого ребенка когда он у меня родился в 95 году я начал отслеживать все эти ювенальные технологии после этого учебника валеологии и вот все что я тут насобирал это результат фактически вот этого уже большого опыта по противодействию этим вещам на все горизонты то есть это ваш личный опыт как отца да как отца защита семьи защита детей и здесь во-первых личный опыт а с другой стороны вот опыт западный который Ирина Берсет ваша знакомая нам демонстрирует как это может быстро быть внедрено у нас что должно нас настораживать а с другой стороны опыт украинских коллег он знаете он тут дает некий сплав нового качества что это все не какие-то абстрактные вещи а что это окружает нас со всех сторон а вы как детей то все-таки наказываете нет вы знаете я стараюсь детей воспитывать в таком в теле ну в сюжетно-ролевой модели что мальчик это должен быть защитник семьи своих младших сестер и защитник отечества а девочка должна быть скажем так обладать всеми качествами образцовой домохозяйки у вас кто вы знаете у меня и тех и других и более когда столкнулся с тем что действительно очень сильно девочки-лидеры подавляют мальчиков в школу я сделал ну такой очень ход предпринял я просто своих мальчиков отдал на год позже в школу не с 7 а с 8 лет и вы знаете какие они показывают хорошие результаты в образовании и действительно являя становятся такими состоявшимися личностями то есть а детей нужно растить на самом деле с момента их рождения и помнить о том что они как губка впитывают все если они увидят у вас что-то плохое они с этим плохим вырастет его умножить но как вы не запрещаете телевизор интернет вы знаете ну есть медицинские нормы никто не отменял что у вас телевизор вот этих планшетах телевизоров не более 20 минут в день по пути путем ограничения да разумное ограничение в соответствии с медицинскими нормами и надо прекрасно понимать что детей нужно занимать спортом и очень сильно детей развивает рукотворчество то есть чем больше дети будут заняты чем-то тем больше они будут скажем так в себе формировать волевые какие-то качества которые помогут им потом в жизни преодолеть множество трудностей и здесь другой момент мои дети заставляют меня становиться лучше и вот почему семья называется малой церковью потому что она на самом деле попадают совершенно разные люди в этот подшипник и квадратная и треугольная из разных семей из разных родов и семья скажем так она всех этих людей шлифует она является тем скажем так созидающим элементом которые и человека делает чище воспитывает и приучает его лучше понимать бескорыстную жертвенную любовь ведь часто я говорю такой пример что как мы бескорыстно и жертвенно любим своих детей за просто так 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 же и Бог любит нас своих детей давайте наверное это самая замечательная точка на которую мы сегодня можем закончить потому что на самом деле это не точка а бесконечная многоточия которая вот уводит нас от того тупика вот этой венальщины и выходит действительно к свету который дает нам Бог дай Бог так сказать вашей семье всего хорошего упорства вам и терпения так сказать естественно нам всем все таки вместе с Господом своих сил и своих умений так сказать своих искусств своего противостоять вот тому злу который на нас движется Божьей помощи спасибо вместе с вами спасибо спасибо